всем привет сегодня у нас будет вот такое блюдо будет называться у нас рулька по-чешски для чего нам понадобится собственно вот рулька свиная вот она есть что мы делаем мы ее перекладываем в гастрюльку чтобы она так поместилась вот так она лежит у нас герметично после чего мы берем стакан 200 250 грамм вина сухого заливаем ее после чего мы добавляем воды так чтобы вода покрыла руку у нас ну вот собственно мы залили нашу рульку водой и сухим вином отставляем сторону пока что и готовим следующее берем такую это среднюю луковицу чуть больше среднего чистим ее луковицу почистили разрезаем ее пополам и пускаем на полукольца одну половинку вторую половинку тоже пускаем на полукольца после чего этот лук мы отправляем раствор там где у нас лежит рулька берем 2 лавровых листа отправляем также там где была рука соль примерно вот так берем такую большую щепотку соли и отправляем в рульку в раствор вина и воды после чего берем несколько штук зерен черного перца и отправляем туда же в рульку один зубок чеснока тоже отправляем в руль все специи мы закинули теперь нам необходимо эту рульку в течение полутора-двух часов томить на огне пока наша рулька будет томиться вариться приобретать свои определенные вкусовые качества мы займемся соусом значит для приготовления соуса нам понадобится порядка 150 грамм сметаны жирностью примерно где-то 15 процентов потом берем где-то средний такой пастернак но его сейчас почистим вот так мы почистили и еще берем где-то среднее яблоко и тоже чистим его очищаем его от кофе вот таким образом помыли мы пастернак и будем тереть теперь его и будем тереть его на такой жесткой терке ну вот пастернак мы натерли объясняю почему натерли именно на этой терке потому что сам пастернак он волокнистый и если мы бы его терли на другой терке там допустим 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 на хотя бы на вот такой терке то тогда бы нам волокна попадались не очень приятно было бы на вкус если честно сейчас мы возьмем яблоко как я показывал и половину яблока на трем в этот пастернак уже именно на этой терке потому что яблоко не такой волокнистый как пастернак и теперь это все это все мы помещаем сметану и тщательно перемешиваем соль можно добавить но это на любителя я хочу сделать чтобы я хочу сделать соус кислый чтобы соли как бы тут практически не было можно добавить немножко перца ну там уже смотрите сами импровизируйте кому как больше нравится буквально щепотки перца добавим вот так и перемешаем это все вот такой у нас соус получится можно яблоко взять покислее яблоко не сильно кислое яблоко возьмете он будет соус более кислый пастернак сам по себе еще кислинку дает сметана все отлично отлично прошло у нас значит два часа два часа у нас рулька томилась в маринаде сейчас мы вытаскиваем таким вот образом опа вот сюда покладем вот она у нас какая такая сочная такая все хорошие значит нам что сейчас необходимо нам необходимо чтобы она сейчас остыла и после того как она остынет я покажу что мы будем дальше с ней делать пока рулька у нас остывала мы приготовили примерно 100 грамм майонеза и два зубочка чеснока сейчас мы их сюда выдавим чеснок сделаем такой небольшой заправский соус теперь это все перемешаем кто хочет поострее жгучего такого перца можно добавить чтобы рулька была такой прям можно сказать пикантно не пикантно теперь берем теперь берем этим нашим соусом и обмазываем она еще в принципе не сильно остыла рулька обмазываем хорошенько нашу рулечку вот таким сковороду берем и после чего я аккуратно кладем и другую сторону тоже обмазываем нашим соусом все промазал все что возможно кладем она середину сковороды у нас уже разогрета духовка и мы нашу рульку отправляем в духовку и доводим ее до румяной корочки ну вот кульминационный момент наша рулька созрела корочка у меня такая прям приятненькая сейчас будем ее регустировать просто шедеврально обалдеть запах просто бомбический ну хочу сказать что одна рулька это одна порция и соус наш вот таким образом и пробуем а пробуем конечно же не просто так а пробуем конечно же у нас есть наш фирменный коньяк то есть бренди ссылка на который будет в описании друзья всем приятного аппетита кому понравилось ставьте лайк пишите комментарии ваше здоровье приятно просто приятно до новых рецептов таким образом до новых встреч